Салютики тем, кто в меня верил и не очень. Я проснулась в 7 утра и иду на море. Да, в 7 утра это, конечно, не такая прям рань и какой-то героизм. Но с учётом того, что я легла в час ночи, очень даже. Я, конечно, не первая буду на пляже, но тем не менее. Видите, как хорошо с утра. Люди бегают, я иду. Солнышко ещё только встаёт. Да, тут как-то поздновато она встаёт. Последних дня два чувствуется, особенно вечером, влажность. Даже по номеру идёшь, если босиком. Прям пол такой, знаете, влажновато, липкий или не липкий. Ну, такой вот. Не знаю, почему так. Почему именно последних два дня. Но вот так ощущается. И даже за ночь купальник не просох полностью на балконе. Всё, друзья, я накупалась. Естественно, не снимала. Платье, блин, мокрое. Чё-то я не вытелась. Пойду потихонечку обратно. В душ. И буду готовиться к завтраку. Солнце уже выше. Вода замечательная. Не заходить, не выходить, не холодно. Прям, знаете, так чудесно ощущается. Я вот думаю, почему я раньше не вставала так рано и не приходила сюда. Женщина сидит же, читает книжечку, наслаждается рассветом. Люди фотографируют. У кого-то там романтика, видите, парочка. Самая приятная погода. Жары нет. Тепло. Вот даже вышла из воды, идёшь, и тепло. Мама, небось, на балконе там за мной смотрела. Немножки... Ой, какая вода тёплая. Даже здесь нагрелась, видимо. Немножки сполоснём и пойдём. Пора и покушать. Смотри, что у нас сегодня. Какая-то целая программа. Это играют? А, это игры на телекере мы там смотреть будут. Но мы уже мимо. Да мы и не спортсмены, чего уж там. Так, всё, приятного аппетита. Скромненько я как-то сегодня, наверное, уже перестраиваюсь на нормальный режим. Помидорка запечённая, помидорка обычная, омлет, ну и бекон. Так, последние приготовления. Пытаемся ничего не забыть. Сумки упаковали. Мама приехала сколько? Сколько у меня там 10 неполных 11 килограмм было? Сейчас 17. Мокрая покрывала. Я свою не взвешивала. Но у нас там 23, по-моему, можно. Ещё плюс 2. Ещё плюс 2. Ну и у меня плюс-минус столько же. И с убытками же ехать. А не в минус же себе, правда? Что на щёчки, что на пупик, что на животик. Так, всего я не взвешивала. Но у нас по 23 килограмма можно. У нас точно столько нет. Что, ты думаешь, есть? Нет. Слушайте, по поводу шампуня кондиционера спрашивали. Не было ли у нас мысли, что туда подливают что-то другого? Просто бутылочки стоят. Честно сказать, была сначала. А может, от воды тоже, кстати, зависит? Ну, хорошая вода. У нас всё-то так будет. Ну, я просто нет. Я просто подумала, что нет. Ритуалы – это всё-таки узнаваемые, да? И они все пахнут одинаково. И лосьон, и вот это вот, и то. То есть, это одна линейка, и прямо это чувствуется. Я думаю, что нет. Другое дело, что, скорее всего, в обычных, стандартных номерах, возможно, не такие. Потому что на фотографиях там простые обычные бутылочки от Хипотел стоят. 20 килограмм у тебя? 20? Ну, всего-то ничего. А было сколько? Было тоже где-то 12, наверное. Ну, как-то, да, прибавилось чуток. Ну, ничего. Главное, что у нас чемоданчики маленькие, а весомые. Так. У нас ещё, наверное, полчаса больше времени есть. Ну, чего тут уже сидеть, слёзы пускать? Можем уже пойти вниз. Получается, до 12 нам нужно освободить номер. И в 3 полчетвёртого где-то нас заберут. Мы хотим с мамой пройтись по городу. Нам ещё Милана дала задание, что ей нужно купить. А потом, если время останется, придём, полежим перед бассейном. Ещё купаться уже не будем. Хотя, в принципе, внизу есть душ. Если вот у кого-то поздний вылет и уже освободил номер, есть возможность и покупаться, и помыться, и всё в порядке. Последний раз показываю вам этот шикарный вид. Наслаждаемся. А сбоку уже уборочка идёт на соседнем балконе. Кстати, почти, ну, все остальные балконы одинарные, вот, сколько видно, да? Такие двойные, как у нас. Вот, видите, у нас как бы в двойне, потому что две комнаты. Они, по-моему, вот только по этой линии идут. То есть на пару этажей выше ещё. Всего 5, наверное. Может быть, на другую сторону ещё, я не знаю. Ну, как-то так. Запомнили? Надо будет вернуться, да? Ну, давай, выгружаемся, всё. Грустно, конечно. Ну, что же сделаешь? Плохой. Ой, упало бумажки не убирать. Ну, ладно. Уже можно. Ой. Ой. Всё, мы вышли и пошли. Оставили сумки в багажной комнате. Просто для сведения. Если хочешь выселиться до трёх, то нужно заплатить ещё 30 евро. Если до пяти часов вечера, тогда сорок. В комнате. Да. Ну, если ты планируешь перед дорожкой выспаться, например, отдохнуть, вещи не успел собрать, да? А мы как-то уже всё спланировали. Да. Что-то можно сидеть ждать до трёх, да? Да, нахер, мы вообще прогуляемся. Можно в бассейн. Может природу какую хорошую ещё наглядить. В общем, у нас 3 часа на прогулку и на полежалке у бассейна. Да, да, да. Ходим с мамой и гуляем. По магазинам. Везде одно и то же, что в Греции, что в Майорке, да? Только расцветочка и надпись может отличаться. Всё на одном заводе китайском штамповано, как и вот эти сумочки. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Всё, что и везде, да? Совсем нечего вот так вот, если подумать. Совсем нечего брать. Интересно, как мы раньше этот магазин мимо обходили. Ну-ка, повернись. Смотрите, какие нежные, лёгкие лепестки, да? Так, девчонки, кто там делает? Повернись. Нравится? Кто там делает? По сути, можно самому сделать. Ничего там сложного нет. Ну, красиво смотрится. Ещё есть такие же вот в фиолетовом цвете, но уже не так красиво, согласитесь, да? Уже не то пальто. Ну, тут вот много таких вот интересных штучек, мама заценила. Да, магазинчик хороший. Всякие такие безделушки для любителей вот обвешатся. Не, ну хорошие, такие как не везде, да? Эксклюзивные. Эксклюзивные. Мне кажется, есть даже где-то ручная работа что-то может быть. Ну, вообще такие, ну, вообще, ну, ну, смотри какие. Продолжаем прогулочку, фотосессия у нас там вот была под пальмой у мамы. Я говорю, что-то мы в этом году мало фоткаемся. Как я уже была фоткаена. А мы с тобой ещё вот сейчас вот прям продуктивно гуляем. И пофоткались хорошо, и закупились неплохо. У нас как-то эти предыдущие дни как-то у нас не так хорошо шло. Хоть продлевай. Потому что знаем, что последний день. Да, в Катю вот ещё не ходили. В Катю? Пойдём, посмотрим. Да, в Катю зайдём. За мороженым зашли. Хотели в другую кафешку, туда, где в первый день ходили. Маме так понравилось то йогуртовое мороженое. Но мы не запомнили, на каком повороте была кафешка. Мы шли, 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 шли. И завернули к морю. Но думаем, сейчас пойдём в сторону отеля, найдём. Нет, оказалось, мы не дошли. В общем, приходится довольствоваться тем, что есть. Да. Ну ладно. Съедобно? Я ещё не попробовала. Мама лимон из клубника. Я себе взяла шоколадное. И всё. Покушаем мороженое в отель. И отчаливаем. Ну да. Даже в бассейне не полежали. Всё. Мы с мамой урояли. С чемоданами. Смотрим в окно. Ждём наш автобус. Мы когда подходили к отелю, какой-то от Алтурс подъезжал. Как раз сюда, но на полчаса раньше, чем положено. Подъезжал, развернулся, постоял. Кто-то загружался туда? И уехал. Ну я не думаю, что это наш. Наш. Вот сейчас должен скоро быть. Судьба. Стоёмся. Ну если судьба, то судьба. Что сделаешь? Ну ладно, нас и здесь неплохо кормят. Нет. Кушать надоело. Честно сказать, кушать надоело. Хочется разгрузки. Разгрузки. Слушай, а сегодня же последний день лета. Вот это совпадение. Последний день мы уезжаем. Сегодня праздник дальнобойщиков. Сегодня праздник дальнобойщиков? Интересно, водители или дальнобойщики? А? Дальнобойщики или водители? А я не знаю. Ну с праздником вас всех. Со вчерашним уже получается. И сегодня первое сентября. На момент, когда вы смотрите это видео. День рождения моего папы. Одни праздники. С праздником папу. А мы все ждем автобус. И прощаемся с летом. И с морем. Попрощалась с морем? Да. Да, всплакнула? Ой, нет. Че плакать? Че плакать. Ну все, сели. Надеюсь туда. Странно. Предыдущий водитель от Туи вышел. Прям по списку всех проверил. А этот на слово. Мне как-то волнительно. Ну ладно. У нас еще время есть, если что. Если не туда уедем, есть время еще что-то предпринять. На большом автобусе едем. Наверное, сейчас всех будем собирать еще по пути. Пару человек, кроме нас, пока сидят. А вот этот предыдущий, да? Который был. Вот он стоит. Еще какой-то городок проезжаем. Наши ряды пополняются тем временем. Ну и мы заодно посмотрим местность. Отели другие. Присмотримся, где интересно. Природу посмотрим по пути. Наконец-то. В прошлый раз мы же по темноте ехали. Нас забрали и сразу стемнело. И мы ехали, ничего не было видно. А, и сейчас хоть какие-то виды. Где мы сейчас находимся, даже не знаю. Не подозреваю. Везут и ладно. Где-то дальше от этого Ка-Сома. Или как он там правильно? Или Сокама. Малерка Пелос. Отель с мельницей. Смотри, там козы пасутся. Не успела. Сколько успела? Ну, видимо, подъезжаем. Уже видели самолеты вдалеке, как летают. Стоянка огромная. Сейчас объедем, видно всю эту территорию. И на месте. И останется нам каких-то три с половиной часа до вылета. Как-нибудь развлечем себя, не заскучаем. Мама, у вас спать, наверное, будет. А это уже парковка, видишь, от аэропорта. Не будешь спать? Приехали. Приехали. Хочется, мам, домой? Она отдыхалась? Да, она отдыхалась. Такс. Чем мы там летим? Куда летим? Надо сейчас подумать, куда нам деть сумки. Вон, наверное, вон туда нам. Все прошло быстро и гладко. Багаж сдали. У мамы всего 13 килограмм из разрешенных 23. У меня 20. Подожди. Еще не прошли. Еще даже лет. Ну, багаж там и сдали. А тут дело за малым. Пик-пик и пошел. Ну, и дути-фри, конечно. Мы уже с мамой переоделись. По-тепленькому. Ну, нам не холодно, но просто так, так меньше нести. Ну, здесь не жарко. Нормально. Нормально. Смотрите, 19.95. Вот такие у Саши когда-то были. Они довольно приятные. Я не помню, то ли он их разбил, то ли они у него закончились. Ну, в общем, их больше нет. И вот тебе, пожалуйста, в аэропорту магазин Ритуалус. Только его вспоминали, да? Есть шампуни и есть кондиционеры. То есть здесь нету в этой линейке. А вот дальше есть. Стоит 11.95. В принципе, нормально, да? 250 миллилитров. Тут для блеска и питания, наверное, да? А вот у нас был для цвета. Для окрашенных, наверное, волос, да? Тут для объема. Тут для блеска. Такой где-то уже был. В общем, все есть. Даже есть выбор. Как пахнет вкусно пусином с кедром, да? Все, мы на финишной прямой. Сидим, ждем посадку. Там посадка в Дюссельдорф. В 20 часов. А наша в 20.06 должна быть. Перенесли на 15 минут. На 16. В Кёльн. Вот в Дюссельдорф все уйдут, потом мы за ними. А по ту сторону Франкфурт. В общем, ситуация такая, что нас вылет задерживают. Саша говорит, что он уже видел онлайн, что на 40 минут. У нас пока нет такой информации. Но уже должен был улететь минут 5-10 назад, не знаю. Вот сидим, водичку попиваем с мамой. Вообще у нас сейчас время ужина по расписанию. Если бы мы были в отеле, сейчас бы хомячили. Но сейчас сходить даже не хочется. Не-не-не, мы не хотим. У нас начинаются разгрузочные дни. Мы как эти, которые накомячили, накомячили. Да, потом разгружаются. В общем, полгода разгружаемся, потом неделю загружаемся, как в последний раз. Мне как-то надо за месяц разгрузиться до 1 октября. Точно, у нас опять будет загрузка потом. 1 октября, мама же день рождения. Будем гулять, юбилей же. Так что сейчас интенсивно ходим, потом снова набираем. И качели туда-сюда, туда-сюда. Я знаю, многие пишут. Таня, нужно просто пересмотреть своё питание. И не вот это вот устраивать то туда-то сюда. Я понимаю, что умничать каждый может. А я к этому ещё не пришла. Какие мои годы? В результате без 5-9 мы только загружаемся. Ой, ещё только наши чемоданы мам тащат. Где мой жёлтенький? Уже, наверное, внутри? Или в другим рейсом улетел? Надеюсь, нет. Так себе шутка. Твой маленький, надеюсь, мам не выпал нигде? В общем, я так думаю, мы в 9 ровно не вылетим. Потому что ещё вот багаж. И вон, наверное, тут следующий тоже наш багаж. Итого уже получается 45 минут задержка. Как с мамой летишь, вечно везёт, да? Так ведь, мама? Да. Мама летела в Испанию в июле. Из Риги. Задержка была. Нет, и в Испанию тоже, нет? А нет, это вы, наоборот, в Латвию летели. В общем, уже в июле два раза мама стопанула. Жалко, темно не успели уже посмотреть. Вид красивый, да? Ну всё, встретимся теперь в Германии. У нас, наверное, Саша встретит. Мы с мамой, правда, изначально думали, что на поезде поедем дальше. У нас, в принципе, и в 12 ночи поезд ходит, и в 2 часа ночи ходит. В 2, по-моему, даже без пересадки можно из аэропорта Кёль до Ахина доехать. Ну, вроде как Саша с Ромой приедут. Ну как, хорошо летим? С ветерком? Вот уже виден, виден. Не знаю, что за город, виден. А вам отсвечивается, ничего вам не видно. Вы как больше любите, и днём лететь, или в темноте, когда вот так вот всё освещается красиво? Вот только мои джинсы видно, и жёлтую сумочку, да? В общем, мы уже спускаемся. Всё в огнях, всё светится. Там в каком-то городе был концерт на улице. Прям видно. Так лучше, да? В каком-то городе был концерт на улице. Прям видно было. Какая-то арена, сцена, огни. О, это река, смотрите, да? В общем, и ещё чуть-чуть, и мы на месте. Всё, самолёт покинули, загрузились в автобус. Александр уже ждёт меня где-то. Нас, точнее. Ждёт, не дождётся. Нам ещё багаж забирать. Аэропорт Кёльн-Бонн. Наши чемоданы благополучно долетели. Ждём Александра с Романом, наверное. Александр. Привет. Александр. Давай попробуем. Давай попробуем. Ахен, вот ты какой. Маму уже выпустили, едем домой. Что-то я думала, что дети меня дождутся, а уже второй час ночи. Час и тринадцать минут. Как-то всё долго получилось. Мы багаж долго с мамой ждали. Наверное, все уже спят. Пригибом на поезде ещё ели, наверное, с пересадки. Ну, мы были бы около двух часов ночи в Ахене, мне кажется. Хорошо если. Хорошо если, если бы поезда шли как надо. Ах ещё мать. Хорошо если бы поезда шли. Поезда шли. Не препятный. Час и тринадцать минут. Ха-ха. Час и тринадцать. Доброе утро! Тепло, у нас кондиционер был. Не умолчка. У тебя сквотилось. Ты и я. Не спал? Уже почти заснул. Что и Артем спит? Два часа ночи. Минара нету здесь. Где она спит? Минара нету. Где ты гуляешь, дочка? Ну иди, пусть идет спать себе. Я не знаю, что ты делаешь. Миночка. 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 Корона твоя. Миночка. Держи к себе спать. Миночка. Миночка. чуть не забыла попрощаться с любимым зрителем все, все спят, я супец навернула Саша молодец, суп сварил с фикадельками вкусный спасибо ему за это на здоровье, больше не обращайся это мамочка моя любимая сварила спасибо ей за это я вам по блоге сказал, что я супы не хочу валить покушала с удовольствием и иду, довольная спать уже 2 часа ночи ну завтра увидите, что я с собой привезла из Майорки Майорки всем пока